В стране происходят достаточно большие изменения и вооружённых сил. Будем стараться выстраивать вооружённые силы таким образом, чтобы они были оснащены лучше, чтобы принципы комплектования потихонечку менялись. Вы знаете, должны знать, что у нас с демографией в стране, и с какими проблемами страна может столкнуться в ближайшие годы по комплектованию вооружённых сил. Поэтому просто объективно мы должны, а также потому, что техника усложняется, думать о комплектовании на новой основе, увеличивать количество контрактников. Мы не можем это делать слишком быстро, потому что страна, экономика пока не готова заменить самые простые задачи, которые решаются военнослужащими по набору контрактниками. Невозможно. Вы сами это понимаете. Нужно охранять склады с вооружениями, нужно выполнять такую нелёгкую армейскую работу. Везде контрактниками не заменишь. Но постепенно будем по этому направлению двигаться. И по мере увеличения военнослужащих, набранных на контрактной основе, будем не только сокращать количество набираемых по призыву, но и будем уменьшать срок службы. Вот это всё должно быть скоординировано и просчитано таким образом, чтобы не нанести ущерба обороноспособности стране и армии. Вот это что касается принципов комплектования. У нас принята программа переоружения армии до 2010 года новейшими образцами техники. И в этом направлении будем тоже последовательно двигаться, укрепляя оборонную промышленность страны. Сейчас принимаются соответствующие решения по созданию научно-производственных комплексов, крупных объединений. К сожалению, не так быстро, как бы нам хотелось, армия переоснащается. Но будущее, безусловно, только в этом. Это у нас не может быть другой армии, кроме как оснащённой современными системами оружия. Причём это и в сухопутных войсках, это в авиации, в ракетной технике. Мы должны быть современной страной во всех отношениях. Мы ни с кем не собираемся воевать, но для того, чтобы ни с кем не воевать, нам нужно иметь хорошую армию, оснащённую, боеспособную. Она не должна быть очень большой по количеству, но должна быть очень эффективной. У нас есть все основания рассчитывать, что именно так оно и получится, если будем выполнять те планы, которые перед собой поставили. В общем, те планы были сформулированы где-то полтора-два года назад. Всё, что мы ставили в качестве первоочередных задач перед собой на ближайшие полтора-два года, пока выполняется. Я надеюсь, что так и будет в дальнейшем. В этой связи могу сказать твёрдо, что за десантом, конечно, это особая задача. Вы знаете, новые угрозы, с которыми сталкивается не только наша страна, но и очень многие другие страны мира. И это угрозы известны, это терроризм, это нетерпимость, межнациональная рознь, которую используют радикалы различных мастей, религиозные радикалы и политические. В этой связи, конечно, роль спецподразделений в обеспечении интересов государства, роль воздушно-десантных войск. Она, конечно, очень велика. И должен вам сказать полной ответственности. Те задачи, которые решают спецподразделения различных силовых ведомств и министерств, те задачи, которые ставятся часто перед воздушно-десантными войсками, они действительно в полном смысле этого слова являются общегосударственными задачами. Это не участие в каких-то малозначимых конфликтах с неизвестными целями и задачами. Это защита Отечества в прямом смысле этого слова. Мы с вами знаем, я уверен, вы часто и по телевидению видите, читаете, в прессе разные точки зрения высказываются по поводу событий у нас на Кавказе. Там сложная ситуация. Она рождена не вчера, эта ситуация. Не буду сейчас говорить о первопричинах. Началось это, конечно, всё с известных тенденций, связанных с распадом Советского Союза. Эти тенденции перекинулись и на Российскую Федерацию. Первое, что способствовало росту проблем на Кавказе, это был сепаратизм, конечно. Он быстро переродился. Эту эстафету от сепаратистов быстро подхватили международные террористические центры, которые поставили перед собой задачи, ничего не имеющего общего с интересами тех народов, которые живут на территории той же самой Чеченской Республики. Я уже много раз говорил публично и в этом кругу хочу повторить ещё раз. Но это понятно, это ясная, у нас ясная, понятная, открытая, абсолютно моральная и честная позиция. Причём здесь интересы чеченского народа и попытки захвата других территорий вне Чечни? Ну при чём? Ничего общего это с интересами Чечни не имеет. И поэтому мы имеем полное моральное и какое угодно политическое право утверждать, что мы имеем дело там не просто сегодня с сепаратистами, а именно с частью международной террористической сети. Вы знаете, что терроризм, он, к сожалению, проявляет себя во многих регионах мира. Возьмём некоторые страны Европы. Там тоже есть террористические организации. И никому в голову не приходит их называть как-то по-другому. Все, во всех странах эти террористические организации называют не иначе, как террористы. Никто не называет их какими-то политическими борцами, борцами за независимость и за свободу. Хотя они тоже ставят перед собой политические цели и тоже исходят из, как они считают, из благородных побуждений. Между тем их все называют террористами. Наши террористические организации, наши наморощенные, которые опережут, скажем, в той же Чечне, они не ставят как те террористические организации, которые я только что упоминал, локальные задачи. Они ставят перед собой глобальные цели. Как я уже говорил, они ставят перед собой цели, допустим, отторжения всего Кавказа у нас и так далее. И в отличие от тех европейских локальных террористических организаций, наши включены в глобальную мировую террористическую сеть. И представляют не только для нас, но и для всего международного сообщества гораздо большую опасность. В этой связи, еще раз хочу подчеркнуть, перед вами стоят, не только перед вами, перед всеми спецподразделениями, перед правоохранительными органами, очень серьезные задачи, которые, безусловно, можно отнести к разряду наиважнейших с точки зрения сохранения нашей государственности. И в прямом смысле можно сказать, что вы защищаете интересы Отечества. Я хочу вам пожелать успехов. Если у вас есть какие-то вопросы, удовольствие на них отвечать.